Друзья, я дам некоторые рекомендации, хотя я много об этом говорю. Вот, допустим, возьмем, к примеру, курс получения ссылок по слуг ID и GetAbsolute. Это видео будет в описании, посмотрите, я говорил о нем. То есть мы с вами пишем сайт, будем писать сложный сайт, усложнять модель. Я вам рекомендую, не торопитесь. Вот смотрите, у нас задача, с одной стороны, написать сайт, с другой стороны, разобраться в документации. С документацией мы работаем много. Запомните, урок, видеоурок, для вас это только начало работы. Поэтому, если, как я говорю, проект начинается с чего? Правильно, с МКДОКС, то есть какой-то документации. Если я делаю, вы делаете. Делайте себе документацию. Вечером сели, просмотрели, понимаете ли все. В данном случае мы начинаем с того, вот, как я говорил вот в этом видео, вот мы собираемся писать сайт. Хорошо, какой навык надо? В первую очередь, извлечение ссылок. Да, здесь пока очень простые вещи, но страницы-то будут посложнее. Поэтому, в данном случае извлекли по слуг, в следующем случае извлекли по ID и слуг, в третьем случае извлекли ссылки по пространству имен. Записали. Отлично. Следующий момент. Работаем, Жупитер, то есть Юпитером работаем от и до. Есть модель. Достигните сознательной работы. То есть, если я набираю и хочу извлечь все записи, которые у меня есть, то я понимаю, что я делаю. Вот, что я от вас добиваюсь. Вы четко должны понимать, что вы делаете. Хорошо. Смотрим нашу модель. Допустим, она начинается. Начинаем с простых моделей. Начинаем с простых моделей. Смотрим. Ага. По полю нейм. Да, по заголовку извлечем. Нейм. Все. Отработало. Все это будет в уроках. Следующий момент. Проделайте это мы. Я делаю урок с вами один раз, но три способа извлекаем. Вы же проделайте это несколько раз. Дальше. Сели вечером и подумали. Делайте до тех пор, пока совершенно свободно вы не сможете вечером размышлять. Например, у нас есть модель, мы хотим извлечь ссылки по слуг. Что, какое у нас, какое представление. Дальше. Подумайте про себя. Ага, отлично. А как я могу проверить это? Могу ли я это сделать? Как я хочу сделать послуг и извлечь в Юпитере? Если нет, садимся, делаем. Дальше. Все связи. В модели мне надо что-то писать, какой-то метод? Нет, не надо. Что представление написать? Дальше. Шаблон. То есть, вы не должны относиться так, что ой, ура, получилось. Поэтому, мы сделали урок, вы это проделываете, проделываете несколько раз, достигаете полного понимания, чтобы когда мы идем к дальнейшему материалу, вопрос извлечения ссылок был закрыт. Есть ли какая-то ситуация, в которой мы еще не знакомы, но вот эти три способа, они составлены таким образом, что, открыв даже на сайте Django диспетчер URL, уже вы должны во всем разобраться. Сами, да? Вот это. Не спешите. Это очень важный момент. Следующий момент. Это я говорю для участников школы, кто послушал, то сделал правильно. Если вы новичок, то есть еще часть Python, там начинается с функций. Запомните простую вещь. Вы, рекомендую, настолько отточить функции, чтобы считывание параметров было по взгляду. Я не зря начал с функции сначала. Там несколько языков. Kotlin, JavaScript, Python. Так будете владеть свободно. Потому что, представьте, если мы делаем, как делают многие совершенно, пробежали URL, пошли, копались трое-четверо суток, кое-как у них заработало, пошли дальше. Что тогда мы делаем, ребята? Я ставлю цель курса какую? Помочь вам научиться разобраться, чтобы шагать самостоятельно, писать сайты абсолютно любой сложности. Посмотрите на Джанго. Мы начали с классов. Имеет очень богатый потенциал. При этом это где-то пошло, я скажу, с Джанго 1.10. Я с Джанго 1.2 вместе с Джанго. И смотрите, сколько большое количество миксинов. Миксины начали добавляться благодаря библиотеке. Сейчас посмотрим. Да. Благодаря библиотеке Джанго Брекес. Да. То есть, все вот это давно перенесено в Джанго. Работы с классами. Единственное, что в этом надо разобраться. Зачем я записал это видео? Одни выбрасывают... Просто я сейчас поясню. Вот когда я начинал разработку, да, вот обучение разработку, разработки. Первое, что система работы с кодом. Мы, что такое сельф, разбирали аж 8 часов. Вот это называется разобрали, вошли в классы. И как работать с кодом. Вот когда начались вот эти курсы по Джанго, как вы видите, мы постоянно работаем с документацией. Зашли листви методы. Мы же работаем с этими методами. Их не так много здесь. Но в каждом каком-то новом классе есть свои методы. Но есть ключевые вещи. Есть ключевые, допустим, работа с базой и работа с шаблонами. Теперь подумайте. Хорошо. Взяли, выбросили. Хай, Бусуновский, там, грубо говоря, ты говоришь, пизди-пизди, а мы будем делать по-своему. Да ладно, я-то переживу. Но вопрос в том, что задают люди вопросы. Смотришь, да, смотришь и видишь, то упущено, это упущено. Ребят, есть простое понятие. У каждого человека есть система работы с кодом. Даже если он не знает. Например, а это потом, ай, ну вот, заработало здорово. Это и есть система вашей работы с кодом в данный момент. Результат прогнозируемый. Код понимаю и писать не могу. Вам это нужно? Поэтому я вас попрошу. Вот мы работаем с вами с проектом. Код, который я объясняю, вам понятен. Вот идите, идем от него к документации. Читаем и понимаем уже документацию в данном случае. Каждый пункт должен быть найден в документации. Даже если вы понимаете, сначала будет тяжело. Вам будет казаться, что это все долго. Вам будет казаться, надо ли это. Я вот целый день копаюсь, тут разбираюсь с этим ЮРЛ. Ну вот теперь подумайте. Подумайте две ситуации, я вам предложу. Ситуация номер один. Ну, ЮРЛ просто так попалась у нас, да? Я говорю, лет 10 назад, когда я писал еще первый курс под жанр, я на это бы не обратил внимания. А сейчас говорю, вот собрались писать сайт. Конечно, это видео будет по этому курсу в описании под этим. Смотрите, вариант один, как предлагает Буфсуновский. Давайте, ребята, решим вопрос с извлечением ссылок. Ведь мы собираемся писать сайт, сайты и потом. Скажите, вот я у вас спрашиваю, а вы знаете основные методы, которые бы подходили ко всему практически? А я знаю. Давайте сделаем так, ребята, говорю. Давайте научимся извлекать по слаг, по ID, по пространству и умен. Мы решаем три задачи. Первая задача. Маленькие проекты, средние, большие. Когда уже namespace надо, когда большие проекты, если есть файлы, которые пересекаются. Хорошо. Часть ребят говорит, да, согласны. Другая часть говорит, ну, не говорит, а делает. Пробежали уроки, пошли дальше. Отлично. Смотрим дальше. Начинаем мы выбирать данные. Начинаем работать с миксинами. Ага. Объясняем. Сейчас сначала объясню, зачем нужны миксины, да. Миксины это примеси. Но по сути дела, если простыми словами. У нас есть представление. Тут может быть 20 классов. Я что беру? Беру, пишу один миксин. Его задача в данном случае выбрать по пользователю. Иными словами, зашел пользователь на сайт. Одни классы создают записи, другие создают комментарии. Третья. Но благодаря добавлению этого миксина, всегда будут для пользователя, то есть, что он создал, он может удалить. Понимаете? Это же просто. Это классно. Три строчки кода и меняется весь код событий. Но, получается. Ага. Функции не знаем. То недопонимаем. По сельф, как напишут, бывает, ребята, что, ой, даже не буду говорить, я расстраиваюсь. Параметры не можем считать. А тут же все составлено при помощи параметра Жангану по синхо-су-пайту. При этом, оказывается, мы же еще и ссылки не можем извлечь. И в шаблонах нифига не понимаем. И одно мучение. Трое суток прошло, поспрашивал где-то, вычитал, заработало. Заработало. Ура. Ребят, но ведь это не программирование. И этот путь, смотрите, и вы в данном состоянии, если будете так поддерживать, оно так и будет. Пройдет год, пройдет полтора, и вы все равно не будете понимать. Код будет вроде как понимать, писать не можем. Ну, в общем, мучаемся. Я говорю другое. Ребята, давайте делаем по-другому. Бовсуновский уже написал, ну, не знаю. Ой, ну, если взять видео, то одних видеоуроков, вот, если по суткам, то больше месяца получится. Да, вот, просто вот видеоуроки, видеоуроки, это вот поджанга, если брать. Я говорю, ребята, смотрите, мы собираемся писать сайт. Вот сейчас есть уроки по ссылкам. То есть, возьмите вы, ну, пусть уйдет там трое-четверо суток. Да напишите вы пять приложений. Достигните того, чтобы вы сели вечером на кровать и начали соображать. Так, если я хочу послуг, какое я бы написал представление, надо ли мне что-то в модели, в модели что я убираю, так, в шаблоне, что, к чему. То есть, все, что мы в курсе разбираем, ну, проделайте, раз, два, три, бац, осело. Все, ребята, вопрос закрыт раз и навсегда. Мы больше к нему не возвращаемся. Если какая-то другая ситуация, то что мы делаем? Идем в диспетчер URL, смотрим, нам все уже понятно, потому что мы поднатаскали себя. И таким образом мы ко всему будем подходить. Постоянно перед собой держать все четыре вещи. Модель, представление, шаблон URL. Только со стороны модели, со стороны представления. Мы просто будем усложнять код. Поэтому делайте хотя бы самые простые вещи. Давайте я их сейчас перечислю в конце видео. Задача номер один. Есть на сайте курс, да, по Python. Тут начинается с функций. Берем ручку, записываем. Функции должны у вас отлетать. Мы рассматриваем функции нескольких языков. У вас должно отложиться параметры, вызов функции. Все это должно считываться на автомате. Вы не должны задумываться ни секунды. Просто смотрим и читаем. Как вот текст, да, вот читаем. Так и должны функции. Но для этого надо работать. Никто не говорит там, работайте сейчас. Сейчас, допустим, хочется вам джанго изучать. И видите, что где-то не догоняете. Все равно работайте с Python. Но запомните простую вещь. Начните с функций. Функции должны отлетать. От зубов. Все считывание должно быть. Я много там об этом говорил. Следующий момент. Работаем в Jupiter. Jupiter, Jupiter, как и Юпитер, в общем. То есть, смотрите, есть две ситуации. С одной стороны, можно просто написать нечто там. С другой стороны, когда мы понимаем, что прописать и как извлечь. И что это обозначает. Я, вот смотрите, вот я пишу, но я не задумываюсь. А вы должны сесть и подумать. Так, Page, это модель объект. Менеджер объектов, метод. Дальше, Name, поле. Это я вам оставляю. Влад, истин. Да, что это? Тем не менее, работая в Юпитер, работу надо строить таким образом, что я ожидаю то, что я хочу получить. В данном случае я ожидал следующее. Я ожидал, что у меня есть модель, в которой есть поле Name. Малое текстовое поле, Чарльз Филл, с длиной 160 символов. Иными словами, заголовки статей, если просто. Я хотел их извлечь. И я писал таким образом, чтобы их извлечь. Мне становится понятно. Так я могу проверить много методов, которые мы будем работать в Джанго. И все, просто запомните. Работайте в Юпитере. Уяснили, записали. Следующий момент. Обязательно любой проект, сколько я не учу, я говорю так. Вот смотрите, вот начался проект. Да, он для меня учебный, но у меня есть Вики. Я рекомендую. МКДОКС. Это разметка Markdown. Но простой, расширяемый, везде используемый. Легко настраивается. Дофига плагинов. Любые. В чем главная задача? Писать. Писать и описывать. Зачем? Опять одни. Посмотрите, два варианта перед вами открываются. Одни ребята проделают этот код. Да? И пошли дальше. А что отложилось? А ничего. Проходит год. Идет человек в магазин. И ловит себя на мысли. А я ведь не могу размышлять кодом. Подождите, стоп, ребята. Вовсуновский же вам говорил. Размышлять кода не получится, пока вы этот навык не начнете вырабатывать. Как вырабатывать? Пишите и описывайте код, что происходит. Пишите. Делаете код. Пишите. Во-первых, шпаргалка будет. Во-вторых, перепроверите себя. А в-третьих, начнете, наконец-то, думать кодом. Потому что вы его описываете. Отсюда это берется. Поэтому проект начинаем в школе, по крайней мере. С документации описывайте. Это не лишнее время. Это то, что вы ложите в копилку понимания. Потом будете мотать код и себя ловить на том, что, боже мой, так я же все понимаю. Класс. И сказать могу и понимаю. Иначе будет по-другому. Понимаю, а сказать не могу. Иными словами и писать тогда не могу. Следующий маленький момент. С документацией работать умеет малое количество людей. Вообще, все очень просто. Ребят, если мы работаем с Юпитером. Jupiter No Book. Сейчас, секунду делал. У меня. Что-то я его не вижу. То мы научимся работать с документацией. Почему? Потому что абсолютно любая документация, если мы посмотрим, если вы откроете, все везде описано. Вот API, да, в командной строке работает, работа идет. Все в командной строке. Все в командной строке. Когда мы работаем с командной строкой, задайте себе вопрос. Вы хотите быть программистом или считаете себя программистом? А теперь вопрос. А вы любите командную строку? Вы работаете в ней? Ответ. Скажите сами себе. Если это нет, ребята, ну это как примерно, не знаю, надо полюбить. Как это программист? И с командной строкой не на «ты». Нет будущего, ребята. Сразу говорю, нет будущего. Значит, с командной строкой. Документация изучается абсолютно просто. Берем урок. Вот мы сейчас взяли, делаем по URL. Но работаем с листвиев, да, с такими обычными классами. Для жанга, для создания одной записи, для выборки и так далее. Мы, по крайней мере, по объяснению, код понимаем. И работаем. Вот я же постоянно, когда в уроках мы с вами работаем с документацией, с документацией, методами. Открывайте всегда. Да, вы знаете. А знаете ли вы где-то найти? А знаете ли вы где посмотреть это быстро? Я вам расскажу большой секрет. Ведь программист не тот, кто все выучил, а тот, кто знает, где найти. Не учить надо, а понимать. Посему, когда мы идем от своего кода к документации, у нас получается потихонечку мы начинаем соображать. Ага, вот так этот метод работает. Потом начинает работать обратный эффект. То есть мы смотрим документацию и уже понимаем. Поэтому записываем себе простое правило. Постоянно работать с документацией. Еще пару слов скажу, чтобы вы понимали вообще, как развивается жанга. До 1.5 джанга развивалась по разумению разработчиков. Иными словами, они что-то вносили из своих каких-то соображений. После, нет, с 1.7 пошло. Да, с 1.7. А потом уже выросло сообщество. Допустим, в джанга 1.7 были добавлены миграции. То есть ранее, до 1.7 версии, можно было только добавить базу данных. Тут нашелся человек, который написал, как удалять таблицы. Начали добавлять в библиотеки. И с того момента, в принципе, джанга развивается. Они отслеживают самые востребованные библиотеки и добавляют их из коробки. Вот в данном, в версии 4, допустим, основное добавление будет редис. Это, по сути дела, это база данных, которая маленькая, да, которая легкая. Которая может обрабатывать сотни тысяч запросов единовременно, да. Это, допустим, на лайки, там, на все это суперовские подходит. Теперь, еще один момент. Поэтому, если вы, допустим, прокрутите, да, вот просто прокрутить. Сейчас посмотрим, что прокрутите. Прокрутите. То вы увидите, большая часть это миксины, миксины, миксины. Это пошло где-то с 1.9, с 1.10 именно от библиотеки Жанга Брекос. Нашел человек, который написал классы, и которые классы решали, допустим, там, пользователи только авторизованные могут, и все, что хочешь, там, да, разных вещей. То есть и права, и все прочее. Иными словами, Жанга эту вещь подхватила. Но я вам больше скажу. Просто, понимаете, многие изучают Жангу, но не понимают. Ведь это стратегия. Например, библиотека Пандас написана практически на миксинах. Это стратегия. И чему я вас еще буду учить? Не просто писать, а давайте напишем лист вив, детали вив. Ребята, вы должны найти свою стратегию. И первую стратегию, которую надо изучить, потому что она сама прет на вас. Вот, миксины. Это стратегия миксинов. Коротко расскажу, а потом еще нарисую рисунок. В чем она заключается? Вы можете, я уже говорил, но я еще раз повторю. Это стратегия. Вы пишете абсолютно любое приложение, где имеется большое количество классов. Классы эти могут создавать записи, создавать формы, редактировать. Но в Жангу имеется большое количество примесей. Примесь, по сути дела, это небольшой кусок кода, который делает определенную вещь. Так как Python поддерживает множество наследований, то мы можем любые классы вставлять, и они будут наследоваться. Напустим, вот смотрите, вот овнер курса миксин, да, выбор курсов, да. То есть пользователь и пользователь должен быть авторизован. Иными словами, мы пишем небольшой кусок кода, небольшой кусок кода, который делает определенные задачи. Например, одни, любые, и добавляем. И по сути дела мы можем изменить код, весь код, весь код событий нашего кода. Заставить наше приложение делать совершенно немысливые вещи малым количеством кода. Поэтому к чему я и хочу, вот когда мы будем дальше заниматься, как мы будем поступать. А вот так мы будем поступать, как я говорил. Мы, вот у нас есть класс, да, потом мы думаем, а хорошо бы выбрать только пять записей. А хорошо бы выбрать записи, которые имеют какой-то там определенный, то есть по определенному, содержат только там определенные даты. И мы просто, да, просто можем добавить, это не миксинг, добавить код, да, это еще не миксинг, добавить код, переопределить. Но кроме этого мы сможем еще написать и миксинг. Здесь есть уже все, выборка, здесь есть погенация, здесь есть все, только надо этим научиться пользоваться всего лишь. Теперь еще один маленький момент. Вот я все это видео рассказывал, что рекомендуется делать, да. Теперь посмотрите, вот это вот ваши возможности. То есть то, что я говорю, есть у вас система работы с кодами или нет, а вот это время. Смотрите, в одном варианте, и многие, наверное, застряли. Вот я сейчас-то, приходят в школу, ребята, да, говорят, вот я уже полгода разбираюсь и никак не могу в толк взять. И сразу, когда пишет человек сообщение, вполне понятны его ошибки, потому что, ну, работаешь, работаешь с участниками, уже не первый код, да. Оказывается, у человека нет никакой системы работы с кодом. Человек бежит, человек не закрепляет, человек не может выделить ядро. И, зависимо от этого, вы можете вот так вот петлять, да, прошел год, а ваш уровень вот такой, он на начальном этапе был такой и такой же через год. А вот каша в голове, все это, мусора много. Либо, есть второй вариант, вы начинаете отсюда, и тогда оказываетесь там, где-то далеко-далеко. Когда вы начинаете делать совершенно простые действия, которые заключаются в чем? В отбрасывании. Если мы разобрались с URL, то разобрались раз и навсегда. Пусть на это ушло неделя. Теперь скажите, а сколько же времени сэкономится, когда, например, мы... Сколько времени сэкономится? Мы дописываем выборку по базе данных. Понятно, что где-то может меняться шаблон, где-то меняется URL. И когда мы дописали, а потом за короткое время пишем URL, потому что мы понимаем. Если даже мы что-то не знаем, мы уже идем в диспетчер URL на сайт Жанга, читаем. Почему? Потому что нам знакомы, потому что мы это проделывали, нам ничего не надо запоминать. Мы понимаем, мы решаем быстро. И все пункты, которые я перечислил, относятся именно к этому. Это надо решить каждому. Задайте себе сейчас вопрос прямо сидя за монитором. Остановите видео. А какая у меня система работы с кодом? То есть, что я делаю? Вспомните последние там неделю, две, три. Вспомните самые простые вещи. Вы пробегаете дальше, вы делаете быстрее. Или вы стараетесь разделить язык, проект на какие-то значимые части и понимать их, отбрасывая. Понимаете? Правильно. Правильно здесь вы скажете, многие. Я новичок. Я даже вообще не имею представления, куда идти. Так я, об этом моя школа. Моя школа уже, извините меня, кто-то говорит, что там в моих курсах много воды. Кто-то говорит там по-другому. Но ни одного человека не было, который бы не начал писать. Кто-то лучше, кто-то хуже. Поэтому. В любом случае она поможет. Так вот. И Джанго. И Джанго. Мы будем изучать именно путем отбрасывания. Поэтому. С одной стороны можно было показать. Ну, давайте там писать сайт. Вот так URL пишется. И пошли дальше. Ребят. Но ведь путаница не уйдет. А с другой стороны. С другой стороны. Я говорю. Ребят. Давайте вот сюда вот встанем. В эту позицию. То есть мы сейчас. Не спеша. Спокойно. Пусть уйдет 3-4-5 дней. Ну, пусть неделя. Но. Разберемся досконально в URL. При этом. Разбираясь в URL. Мы затронем основные части Джанго. Это модели представления шаблона URL. Сами. Да. При этом мы напишем несколько раз. И уже даже садясь на кровать, чтобы спать вечером. Мы уже четко представляем. Ага. Я написал. А потом начинают приходить идеи. Если вы вдруг вам придет. Да. Понимаю. А вот записывать. Ахай Бовсыновский записывает. Ему это надо. Да Бовсыновский то как раз таки и записывает. У него любой проект с Вики начинается. Даже вот я если вам открою тот же сайт. Да. Вот это СПБ на котором вы находитесь. Тут тоже. А это не он. Тут тоже. Тут тоже у меня Вики. Поэтому я записываю. Так вот. Когда вам будет. Ай надо быстрее. Ребята. Быстрее. Это значит. Вспоминайте. Это значит вот сюда. Быстрее. Это значит ниже. Запишите. Просто говорю. Так. Где это? Запишите. Прокомментируйте. Оказывается. Что в себе обнаруживаем? Оказывается. Как только новичок начал комментировать что-то. Оказывается комментировать не могу. Не знаю как называется. Не знаю как обродиться. Вот оно. Вот оно. Начинается. Что делаем? Идем в документацию. Все правильно. Идем в документацию. Опишите. Исключение опишите. Бац. Посидели. Да. Ушло полтора, два, три часа. Прокомментировали. Но. Осталось с вами навсегда. Теперь это ваш опыт. Вы это понимаете. Вы бросили взгляд. Да. Этот путь тяжелый. Но. Вы. Вот сюда. Забираетесь. 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 URL отбросили. Модели отбросили. И так далее. А ведь мы как делаем при изучении курсов. Сейчас URL. Начинаем работать с шаблонами. Опять все это в комплексе рассматриваем. Это ядро. Ядром надо владеть. Тогда мы сможем размышлять. Ребят. Я вам дал бесценные советы. Которые. Они очень простые. Я не сказал ничего сложного. Но надо потрудиться. Результат вас порадует. Через 2-3 месяца уже если вы сравните себя самого с тем, который был человек, учитывая то, что я вам рассказал делать, вы сильно вырастите. Но я вас сейчас огорчу. Сколько бы вы не росли. То, что вы освоили, это вам уже оно освоено. И всегда будет перед вами на самом деле еще больше возможностей. И еще больше, оказывается, надо изучить. Чем может помочь моя школа? Вы можете изучать, читать книги в разных курсах. Ведь я даю очень много советов. Я объясняю подробно. Меня ругают зачастую, что очень подробно. А теперь вот ответьте на простой вопрос. Вот из того, что я говорил, перечислить Юпитер, отбрасывание нарисовал. Скажите, ведь это же просто. И по сути дела вы отлично понимаете, что так поступать правильно. А почему мы это не делаем? Почему вот не делается? Спешка, ребята. Спешка. Вы знаете, вот мои уроки вам помогут, по крайней мере, постоянно будут напоминать. Ага, надо сделать это. Надо сделать это. Возможно, вы будете, кроме моей школы, учиться в какой-то другой еще школе. Но эти простые советы дадут вам возможность сэкономить кучу времени, начать быстрее зарабатывать именно как программист. И инвестировать время, не тратить, а инвестировать. Подумайте, сейчас ответьте, вы бегите, или вы все-таки занимаетесь действительно инвестированием знаний. Вот чем будет полезна моя школа. А Жанга мы разберем. Понравилось видео? Ставьте лайки. Но самое главное, что не в лайках дело. Запишите и проанализируйте. Подумайте. Ведь очень простые вещи могут сделать вас намного более эффективными. Спасибо за доверие.